Все. Здравствуйте, друзья, кого не видели, кто сегодня не был на литургии. Олег Владиславович Воскресенский приехал к нам сегодня в храм. Да и вчера, собственно, он был на всеночной. И со среды он у нас в Калуге в семинарии выступал. Калужское духовное училище тоже принимало участие. В храме Иоанна Предтечи. И вот сегодня, получается, калужскую серию встреч мы завершаем в нашем храме. И тема, которую мы с Олегом Владиславовичем выбрали, это современная православная церковь и миссия в США. Почему именно эту тему мы подобрали? У нас 10 лет, как наша община, наш приход существует. И за эти годы мы, скажем так, уже начинаем себя немножко понимать. Начинали мы как добровольческая организация, волонтерская группа. Сейчас мы уже приход, община обычная, уже вот дети, которых 10 лет назад не было. Сегодня они у нас шум создавали. Но мы, с одной стороны, уже встали на рельсы приходской жизни, а с другой стороны, еще очень много вопросов. Как жить сейчас в современных условиях нам, христианам, как пользу для своей души получать и при этом еще и Слово Божие проповедовать. И вот в этом отношении опыт общин православных, которые в Америке живут, мне кажется, может быть интереснее. Тем более, что в нашей общине, которая начиналась как волонтерская организация, очень много моментов, которые в практике пересекаются, по факту, получается, именно с опытом жизни американских православных церквей. Вот так. И поэтому Олег Владиславович сегодня нам расскажет о том, как они живут. И я думаю, может быть, даже если вы нам какие-то примеры приведете, именно даже опираясь, может быть, на опыт того, что вы были на богослужении, это уже будет даже более интересно. Спасибо. Все. Благодарю. Вам слово. Помолимся. Давайте, да, помолимся. Благодарю. Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Меня зовут Олег Воскресенский. Я приехал из Америки, уже там живу почти 30 лет, поэтому говорю с легким акцентом. Но я очень надеюсь, что вы меня все равно хорошо понимаете, а поэтому дальше буду говорить без акцента, вы меня еще лучше будете понимать. Но коли меня таким гусем заморским представили, я уже решил как-то соответствовать. Батюшка также предложил мне помолиться. Но давайте еще раз помолимся по-английски. Отче наш, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, today our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Аминь. Аминь. Я поэтому сразу начну с благодарности и выражу ее следующим образом. Так, начнем, наверное, с главного лица, благодаря которому сегодняшняя встреча сумела состояться, а именно матушке Юлии, которой нету здесь. И именно благодаря тому, что ее здесь нет, многое происходит. Я с ней имел радость, удовольствие общаться всего несколько минут за эти дни. Но я заметил, какой самоотверженный это человек. И благодаря ее трудам, невидимым трудам, вот ее здесь нет. А происходят такие важные события, потому что она берет на себя так много усилий. Поэтому, батюшка, это не вам, это ей американский шоколад. В Америке все китайское, как во всем мире, но этот шоколад, я был на этой фабрике Жирадели, я видел, как его изготавливают, это точно американский шоколад. Батюшке самому я подарю, а также, может быть, приходу, всем, кому будет интересно, книжку моего любимого иллюстратора американского Нормана Роквелла «Вера в Америке». Эти его книжные и журнальные иллюстрации описывают, как люди верующие живут в Америке, как это выглядит глазами художника. Мне очень нравится этот художник, поэтому я его дарю от всего сердца. А также вашему храму подарю пять экземпляров моей книжки. Она вышла в этом году, в прошлом, позапрошлом, как годы летят. Тоже, чтобы вы могли почитать «Разумное основание веры», «Разумное научно-историческое основание веры», это основная тема моей духовно-просветительской деятельности. Вот пусть у вас такие книжечки тоже будут. Ну вот теперь я могу спокойной душой приступать к своему труду. Мы всю эту библиотеку нашу передадим, потому что действительно мы занимаемся оглашением здесь, мы с Олегом Владиславовичем это обсуждали, и вот этот момент один из важных для огласительной работы, я считаю. Поэтому это будет, так сказать, не просто в библиотеке, это будет в методическом наборе наших оглашенных. Хорошо. Хорошо. Вот, пожалуйста, у нас еще прибывают гости, располагайтесь, там есть места. Первые скамейки тоже вот только что разминировали, поэтому они точно тоже их можно занимать при желании. Ну, выбирайте себе место поудобнее. Так, ну я уже вроде бы представился. Олег Воскресенский родился, вырос в Москве. Первое образование свое филологическое получил в Москве, учитель русского языка и литературы. А вот уже магистратуру по богословию я заканчивал в штате Миннесоты на Среднем Западе США, где и живу вот последние 30 лет. Кандидатскую по педагогике я защищал в Москве 7-8 лет тому назад. И темой моей диссертации по педагогике стало религиозное образование в светской школе. Вот я постарался сочетать, что ли, соединить эти два своих интереса. Педагогический, с одной стороны, и богословский. Это, кстати, было связано с тем, что в российских школах в это время вводился новый курс. Вот у кого есть четвероклассники, там детки или племянники, внуки. В четвертом классе, вы знаете, родители должны своего ребеночка определить в один из шести модулей курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Так вот, ваш покорный слуга был удостоен чести и радости быть приглашенным к разработке этого учебного курса и к написанию учебников. Вот я написал учебник по основам православной культуры, есть Кураевский учебник, и вот есть, значит, с моим участием. Так что, может быть, ваши детки или там знакомые учатся по моему учебнику. В настоящее время я также являюсь преподавателем магистратуры Белгородской духовной семинарии, веду там курс по апологетике. Но основным моим занятием является миссионерская деятельность. Я миссионер, вот русский православный миссионер из Америки, так получается. Вахтовым методом тружусь. То есть 6 недель я в Миннесоте, 3 недели в дороге. 6 недель в Миннесоте, 3 недели в дороге. Вот в таком режиме живу последние 16 лет. Каждые 6 недель моя миссия, вот с моим рюкзачком, чемоданчиком, вот стоит чемоданчик мой, отправляет меня в путь дорогу на 3 недели. Больше, чем на 3 недели меня моя жена одного из дома не выпускает, поэтому вот таким методом и тружусь. Последние вот 16 лет. Однако сегодня, да, чем я занимаюсь в миссионерской моей деятельности? Провожу лекции, семинары, встречи, даже видеопрограммы вот вчера записали. В самом разном жанре. В школах уроки провожу для четвероклассников, в институтах педагогов обучаю, в семинариях семинаристов. Однако вот сегодня мы с вами обратимся к тому, чем я занимаюсь как раз не 3 недели, когда я в России, а 6 недель, пока я в Америке. То есть я прихожанин, член церкви, член общины православной американской. И вот о жизни американской церкви мы сегодня с вами и поговорим. Ну, чтобы себе представить лучший контекст, в котором происходит жизнь православного верующего христианина в Америке. По сведениям Pew Forum, Pew Forum это такая статистическая независимая организация, которая занимается социологическими, демографическими исследованиями в области духовной жизни, культурной жизни. Значит, согласно сведениям Pew Forum, регулярное участие в богослужении в Соединенных Штатах Америки, в регулярном, то есть еженедельном участии в богослужении в Америке принимают 70% населения, то есть составляют христиане. Значит, 70% населения каждое воскресенье в церкви. В разных штатах чуть больше, чуть меньше. Да, надо сказать, что это Соединенные Штаты Америки, каждый штат это страна отдельная, State это страна, Соединенные Страны Америки, можно так сказать. У каждого штата есть своя конституция, свои законы, свой бюджет, свое правительство, свои особенности. Они соединенные, но они отдельные, самостоятельные. Поэтому немножко разные. Уклад жизни в том числе, вот в штате Миннесота, где я живу на Среднем Западе, это значит далеко от побережья и под самой Канадой, у нас 74%. Каждое воскресенье 74% населения в церкви. Вот сравним с нашей, допустим, страной. У нас на Пасху один раз в год собирается до 3% населения. Один год было 3%, все время было 2,5%. Потом Святейший накрутил всем хвосты, было аж 3%. Один год. Сейчас в связи с карантином еще меньше, конечно. Ну и в Америке тоже меньше. То есть вот такая разница. Вот такая разница, качественная разница. Из этих 70% населения, почти 63% составляют братья наши меньшие, то есть младшие протестанты, 41 тысячи конфессий. Конфессий почему так много протестантских? Ну кроме таких известных, пресвятыриане, лютеране, баптисты и так далее. Еще множество конфессий. Дело в том, что многие церкви, церковные организации, общины не входят ни в какую конфессию. Вот они собрались, верующие люди, себе пастора выбрали, богослужение у них, все чин-чином, но они не входят ни в одну конфессию. Не стали ни лютеранами, ни баптистами. Тем самым они образуют еще одну конфессию. Поэтому их такое великое множество. Многие из них неконфессиональные, non-denominational, как они себя называют. Католики, братья наши, составляют примерно 20% населения. Православие в Америке составляет почетные 0,6%. То есть численно православие в Америке невелико. Но свои 0,6% мы заслуженно занимаем. Все остальные религии суммарно составляют около 6%. И так называемые атеисты, агностики, нерелигиозные люди, составляют примерно треть населения. Ну плюс-минус. В разных штатах чуть больше, чуть меньше. Это, надо сказать, это статистика до ковида, до карантинов. Карантины ударили по нам, по церкви американской, очень серьезно. Не только в России, но и в Америке тоже. Конечно, вот другой статистический центр, Галл-Пол, в 1921 году посчитал по членству в организациях, уже не по посещаемости, а по членству. Ну, показатель примерно был тот же самый. До карантина около 70% населения страны были христиане, то есть входили в какие-то, являлись членами христианских организаций, то есть церквей в 1921 году 47%. Такое колоссальное падение. Всего за два года потеряли почти треть, да, или сколько там, четверть состава членства. Люди перестали считать себя членами общин. Почему? Перестали ходить в церковь. Запрещено было ходить в церковь. Ограничено было возможности хождения в церкви в связи с карантинами. И люди привыкли, сейчас уже эти карантины постепенно снимаются, но люди привыкли не ходить в церковь. Оказывается, можно сидеть дома, смотреть богослужения по телевизору и чувствовать себя просто замечательно. Вот христианином на все сто. То есть, с чем это связано? Вот 20-21 год. Это домашний двухнедельный карантин. Значит, если кто-то с положительным тестом, две недели не имеет права ходить в церковь. Один раз тестировался, две недели не ходишь. Причем не ты один, а вся твоя семья, ну, все, кто с тобой живут, не ходят в церковь. Санитарные ограничения в церковных помещениях. Вот я вижу у вас тоже эти самые отметочки на полу. И у нас тоже. Только, по-моему, они у нас дальше друг от друга. Ну-ка, мы не знаем, плюс-минус, наверное, санитарные нормы примерно одинаковые. Но ограничения у нас, наше помещение, на нашей церкви вот примерно вот такое. Даже меньше, наверное. Да, наверное, меньше. И у нас сколько? Вот из 120 членов церкви помещается реально, по-моему, я забыл, 16 или 18, по нормам вот по этим. А остальные? Вот мы записываемся заранее. У нас онлайн-запись есть на следующее воскресенье, на несколько недель. Все люди расписываются. Причем, ну, принято так, что если ты сходил в воскресенье, то следующие два воскресенья ты даже не претендуешь, даешь возможность другим. То есть примерно одна треть, пятая, десятая часть помещается в церкви. А остальные на улице стоят. Стоят на улице, мы выносим динамики на улице. Ну, холодно, штат Миннесота, холодно, снега по поясу. Летом-то еще ничего. И карантин домов престарелых, пансионатов для пожилых людей. Надо сказать, ну, довольно значительная часть пожилых людей, американцев, живут вот в этих самых пансионатах. Это не в нашей русской традиции, но у американцев это принято. Люди живут от детей своих самостоятельно, как правило, не связаны с ними даже территориально, там, в других штатах. И когда выходят на пенсию, ну, не просто выходят на пенсию, стареют, то детки не часто берут своих старых родителей под свой кров. Родители сами выбирают себе вполне комфортабельный, очень удобный, с прекрасным обслуживанием, медицинским питанием и так далее. Дом престарелых, это действительно вполне комфортабельные организации, заведения, пансионаты такие. Но в связи с ковидом-то что происходит? Они все были, вот как это называется, на локдауне, то есть полный карантин. А это пожилые люди, то есть они составляют большую часть верующих, вот из этих 70%. Вот видите, как общаться приходится, навещать своих родственников через стекло по телефону. А если вот как у нас в семье, например, у человека Альцгеймер, он же не понимает ничего. Как с ним общаться? Его обнять надо, и с ним надо время проводить лично, близко. Очень тяжело, крайне тяжело. И на церкви это сказалось вот таким образом. Значит, если в... А, да, ну как я уже говорил, да, было 70%, сейчас 47%. Это вот за два года. То есть вот в таком положении сейчас находится церковь христианская в Америке, но не только церковь, другие верующие, и преодолевают постепенно, преодолевают это стрессовое состояние. Ну, по-разному каждый старается по-своему. Значит, за последние два года, значит, 50-ники по росту своему заняли первое место. 1,9% в год. Рост, тем не менее, рост, ну, хороший рост, 2%, да? Протестанты другие, чуть меньше, 1,8%. Православие выросло тоже, но всего на полпроцента. Не очень быстро, мы от других отстаем. Католики еще меньше. Атеисты тоже растут, но уже совсем по нему ручку. То есть... Атеисты меньше, да, а я сказал как, да? Не, я прошу прощения. Католики нас опережают. Да, католиков надо было на пол сашка повыше поставить. Ага, у меня с математикой так себе. Значит, вот примерно такое соотношение сил, скажем так. Однако, надо вспомнить, что в 90-е, 80-е, 2000-е годы православие было самой быстрорастущей христианской конфессией в Америке. В течение почти 30 лет. Я здесь обозначил 20, но с запасом еще. Сейчас мы отстаем от протестантов, от пятидесятников. А в течение 20 лет мы сохраняли первенство. Росли быстрее любой другой конфессии христианской в Америке. И это не год, не два, не три, а вот в течение почти 20 лет. Последние несколько лет не церковные христиане. Вот такого рода христиане стали... Видно там, как изображен такой христианин. Вот такие не церковные христиане стали самой быстрорастущей конфессией, в кавычках, конечно, христианской в Америке. Сидят дома, смотрят телевизор. По телевизору они смотрят богослужения, молятся, читают Писание, слушают проповеди и так далее. Причем в некоторых церквях, вот в моей церкви, например, некоторое время было такое устройство. Те, кто не может попасть в церковь внутрь, вот там сколько там, 12-18 человек, и те, кому слишком холодно стоять на улице, ну действительно, снег по пояс, те могут смотреть по телевизору все богослужения. И за 5-10 минут до выноса даров, до выноса чаши, они подъезжают к задним дверям церкви, выносятся чаши, и они все причащаются. То есть вот церковь делала все для того, чтобы не потерять своих верующих. Ну вот приходилось даже идти на такие вот ухищрения. Вот примерно, так сказать, общая картина происходящего сейчас в церкви Америки, и православной церкви в частности. Возвращаясь к тому более благополучному и радостному периоду в жизни православия в Америке, когда православие было самой быстрорастущей христианской конфессией. Некоторые конфессии многие годы не растут, ну плюс-минус на том же уровне. Баптисты, например. Вот уже десятилетия у них примерно одно и то же, ну тот же процент численности. Не растут, не теряют, вот себя хорошо чувствуют. Есть конфессии, которые потеряли огромное количество своих верующих. Как они? Пресвятыриане. Вот присвятыриане, как только стали женить кого попало, рукополагать кого попало, вот, тут у них начались проблемы. Три четверти своего состава они потеряли буквально за последние 10-15 лет. Люди уходят из таких церквей, которые теряют связь с церковной традицией, со своим богословием, основным богословием, основными ценностями христианскими, которые они призваны проповедовать и исповедовать. Православие, наоборот, росло, причем росло, опережая все остальные конфессии. С чем это связано? Это связан, да, этот путь от православия росло и продолжает расти просто не такими темпами за счет перехода в православие верующих других, ну, в основном протестантских конфессий. Не за счет эмиграции из традиционно православных стран, государств, там, Греции, Сербии, там, России и так далее. Нет, такого массовой эмиграции уже давно нет. А за счет перехода американцев, коренных американцев, ничего не имеющих там ни с славянскими, ни с греческими корнями, перехода их в православие. И этот путь от протестантизма к православии в своей замечательной книжке описал Питер Гилквист, отец Петр, он принял православие. А Питер Гилквист был на тот момент, это где-то середина, по-моему, 90-х, был председателем, я не помню, как это называлось, директором самой многочисленной американской молодежной организации христианской. Десятки, чуть ли не сотни тысяч человек в составе этой организации, и вот вся ее верхушка во главе с председателем перешла из Евангельской церкви в православие. И десятки тысяч молодых людей вместе с ним перешли в православную церковь. И что замечательно, он описал это в своей книжке, он, кстати, стал православным священником, как возвращение домой. Приход к православию как возвращение домой. Вот человек искал, искал, искал по всему миру ту церковь, которая вот стала бы его домом. Вот этот опыт, он описывает, и в частности, описывает то, с чем связана массовость перехода в православие в этот именно период, в 80-е и 90-е годы. Дело в том, что этот период, какой тут фактор сыграл важнейшую роль? Такой фактор, который называется Baby Boomer. Baby Boomer — это Baby — ребенок, Boom — взрыв. Значит, это взрыв рождаемости. Послевоенные годы, 45-е и 60-е годы, это взрыв рождаемости в Америке. Самая многочисленная возрастная группа американцев — это вот люди, родившиеся примерно в этот период. Ну, то есть где-то мои ровесники, плюс-минус. Вот, они родились в этот период. Значит, что дальше происходит? Да, родились, выросли в христианских, традиционных христианских семьях. 60-е и 70-е годы — это тинейджеры, это молодые люди. Это период, кто помнит историю Америки, это период великого разочарования. Это период кризисов. Там, помним, энергетический кризис, финансовый кризис, промышленный кризис, политический кризис, духовно-нравственный кризис. Это вьетнамская война. Самая непопулярная война за всю историю Америки. Вьетнамская война, на которую стали призываться молодые люди. А в Америке же не призывная армия, а добровольческая. То есть профессионалы воюют. А тут стали забирать в армию, не просто в армию, а на войну посылать. Молодых людей, которые никак к этому никогда не собирались этим заниматься. Значит, это период разочарования. Страна их предала. Разочарование в том числе в духовных ценностях. Люди массовым потоком уходят из церкви, отказываются от веры во Христа. Вот это время хиппи, время, как оно называлось, ромашковое поколение. Наркотики, дзен-буддизм. Такой буддизм, то есть не восточный буддизм, а такой философский, что ли, буддизм. Вот, нью-эйдж, вот эти вот философии и богословия. Вот это время разочарования в христианской вере и ухода из церкви. Восьмидесятые годы – это период разочарования в разочаровании. То есть вот они набегались, напрыгались, наплясались, напсиховались. И, ну, кто выжил, не все, к сожалению. Вот, массовым, опять-таки, напомню, самый массовый слой населения возвращаются к церкви, возвращаются к Богу, ищут, исповедуют, находят Бога. Массовым порядком, поэтому это происходило вот тоже на стадионах, вот эти стадионные, крусейды, как они назывались, да, вот служение, там по 40-60 тысяч человек, пламенный оратор, там Билли Грэм, там, не знаю, кто еще был, Билл Брайт, стадионные служения протестантских церквей. Вот, и они, протестантские церкви, с удовольствием, с радостью и готовностью принимали этих людей, ищущих и находящих Бога. Да, при этом не надо думать, что все эти вот стадионы, все эти служения, я слышал такое мнение, а, это зомбирование, люди приходят, их там бомбят музыкой, каким-то там накачивают. Я был на одном из них, вот, просто специально сходил посмотреть, как это происходит. Вот у нас в городе тоже 40 тысяч человек, большой стадион, тоже, по-моему, Билли Грэм выступал, сейчас не помню. И я потом, да, во-первых, я видел, как эти люди, взрослые, нормальные, ну, как бы взрослые люди в слезах, падают на колени, молятся вслух, исповедуют свои грехи, просят прощения у Бога, молятся Богу о прощении, исповедуют свою веру во Христа. И я как-то к ним подходил, потом спрашивал, там, ну, думаю, может, действительно люди в каком-то там трансе находятся, нормальные, зрелые, вполне здравомыслящие люди. То есть я у них спрашивал, они мне объясняли, мы же сюда не случайно попали-то, мы же сюда пришли для того, чтобы исповедовать Богу свои грехи. А где еще? Ну, вы где? Мы будем иметь такую поддержку, такое вдохновение, такое выдушевление и так далее. То есть с чем это связано? С ростом протестантских церквей. Вот они просто как грибы, в том числе мега-церкви. Мега-церковь – это 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, 30 тысяч человек, церковь – 30 тысяч человек, город целый. Вот у нас в городе, ну, город большой, 3,5 миллиона, по площади, кстати, равен Москве, как раз вот такой же по размеру, тоже кольцевая дорога есть, только квадратная такая, как все в Америке, квадратное гнездовое. Но на территории не 20 миллионов, как в Москве, а 3,5 миллиона, то есть одноэтажная Америка. Так вот у нас в городе вот на 3,5 миллиона человек, если не ошибаюсь, 4 или 5 мега-церквей, там по 10 тысяч человек, не знаю, 15 тысяч человек, огромный целый кампус. Богослужебные залы, там спортивные площадки, детский сад, школа, там библейский колледж, какие-то там цеха, ну там для трудоустройства просто людей, профессионального, какие-то кружки по интересам, то есть вот целый-целый такой микрогород. Вот эти церкви растут, значит, в 80-е годы, переходим к 90-м годам, эти люди, пришедшие в протестантские церкви в 70-е, 80-е годы, самая массовая возрастная категория, приходят в период зрелости, ну и как бы возрастной, возрастной и духовной зрелости и начинают читать книжки. Не телевизор смотреть, не кино, а книжки читать. То есть обращаются к опыту церкви, ищут и находят его, и им становится мало того, что им предлагает протестантский опыт, церковный, духовный, религиозный, они находят его в православии. И вот эти люди переходят массовым порядком, переходят в православие. Почему в православие? Им как бы по культуре они бы должны перейти, ну в католичество, понятно, по истории, по культуре. Однако у каждого протестанта врожденная идиосинкразия против католичества. Их младенчество привлечает к тому, что мы почему протестанты-то? Мы против чего? Против католичества. Поэтому протестантов в католическую церковь, ну вот просто никак. И вдруг они обнаруживают, что существует, оказывается, древняя, историческая, апостольская церковь, которая не участвовала, ну по большей части, не участвовала ни в каких этих вот там склоках-раздорах с протестантами. И в ней есть и таинство, и чудо, и богослужение, и опыт церкви. И они приходят в православную церковь. Поэтому задачей, миссионерской задачей православной церкви, церкви в Америке, стала... Задача стоит принимать этих людей, быть радушной церковью. Нам не надо их искать, они сами приходят на наш порог. Да, и какие люди приходят на наш порог? Уже воспитанные, знающие, неплохо знающие богословие, систематическое богословие, надо отдать должное протестантам, поставленные на них отлично, они отлично знают систематическое богословие, они отлично знают Писание, они приучены не просто знать его, читать, регулярно к нему обращаться. Вот смотрите, я недавно нашел карту, процент населения Америки по штатам, еженедельно читающих Библию. Задумаемся, да? Еженедельно читающих Библию. Процент населения. Ну вот этот темный, это библейский пояс, Bible Belt, то, что называется, Техас, Миссури и так далее. Вот, 50%, 60%. 60% населения еженедельно читают Библию. Штат Миннесота, там вот наверху, 27%. Ну, ничего. Вот какие-то там нехристи в штате Мейн, да? 12% населения еженедельно читает Библию. Вот это население, вот так воспитанное, привыкшее, приученное, если угодно, к постоянному, живому общению со Словом Божьим приходит в православную церковь. Люди, воспитанные в церковной культуре, вовремя приходить, до конца оставаться, полноценно участвовать в богослужении. В том числе в культуре финансовой десятина норма жизни. Это норма жизни. Десятина – это норма жизни. Десятина – это не мои деньги. Это не то, что я вот из своих денег каждый месяц должен отчислить на какие-то там нужды. Это не мои деньги, они никогда не были моими. Это Господь мне поручил распорядиться этими деньгами. Но это его деньги, я ими распоряжаюсь, я распорядитель, я не хозяин, я не владею этими деньгами. Никогда не владел. Пожертвования – пожертвования – это отдельно. Если я хочу внести пожертвования, я хочу внести пожертвования. Ну, это какой-то благотворительный проект, там, не знаю, нужда какая-то, церковная нужда или, не знаю, какая-то там еще просветительская какая-то проект. Вот Олег Воскосенский отправляется в миссию. Надо ему пожертвовать. Люди жертвуют, я живу на пожертвованиях. Как миссионер, я живу на пожертвованиях. Вот тогда люди жертвуют из своих. Не из десятины. Десятины – это не мои деньги. Нельзя жертвовать чужими деньгами, согласитесь, да? Было бы несправедливо. Взять из чужого кармана и пожертвовать на то, что я хочу. Меня вот Господь побудил залезть кому-то в карман и пожертвовать его деньги на хорошее дело. Не бывает так. То есть десятина и пожертвования. Вот эти люди, уже воспитанные в протестантской культуре, приходят в православную церковь. И задача православной церкви – принять их. Сделать так, чтобы они, когда пришли, они пришли домой. Вот как Питер Гилквист. Вот он вернулся домой, наконец. Чтобы им не захотелось уходить, когда они придут в церковь. Вот замечательно сформулировал отец Джонатан, Иоанн Афан по-нашему, настоятель. Вот он с левой стороны. Настоятель нашей церкви, Американская церковь православная. А, да, я не оговорился. У нас, значит, в городе три с половиной миллиона. Тоже немножко статистики. И да, три с половиной миллиона населения, около тысячи церквей всего в городе. Из них 32 православные. Значит, большая часть протестантские, какая-то часть католическая. На тысячу церквей 32 православные церкви. Из них три русские, пять или шесть или семь американских, шесть или семь греческих, две румынских, две сербских, две эфиопских, еще какие-то, наверное, есть, я не знаю. То есть они разных юрисдикций, но все они православной церкви, относящиеся к разным юрисдикциям, но мы часть православия, представленного в нашем городе. Значит, это американская церковь, православная, OCA называется, Orthodox Church of America. Значит, отец Занатан замечательно сказал, у меня никогда язык не повернется сказать что-либо дурное о протестантских церквях, поскольку они за меня выполнили самый тяжелый труд, приведение этих людей к Богу, иногда из самых страшных и отчаянных условий. Они их, кроме того, воспитали, взрастили, а мне досталось самое радостное с этими людьми славить Бога и помогать им расти в вере. То есть отношения с другими христианскими конфессиями, деноминациями, не соперничества, не борьбы, не войны, а преемственности. Люди переходят из одной конфессии в другую, и это закономерно, это нормально. Каждый из нас свободный человек, абсолютно свободен, перед Богом свободен, тем более перед, не тем более, а ровно в той же степени свободен в своем выборе. И вот православная церковь принимает этих приходящих на ее порог. Как они приходят, кто их приводит, мы считаем, что Дух Святой приводит. А наше дело быть церковью принимающей. Вот отец Григорий, вот он с левой стороны, русский православный священник, не аза, не знающий по-русски. То есть он американец, но он священник русской православной церкви. Вот он замечательно сказал, что Protestant church is the church of promotion, orthodox church is the church of attraction. То есть по-русски это будет выглядеть примерно так. Протестантская церковь это церковь promotion, такая реклама, провозглашение, такая направленная вовне. Православная церковь это церковь привлекающая, attraction, привлекающая. Вот мы должны быть церковью готовой, привлекающей, привлекательной. И у каждой, то есть конфессии, динаминации в каждом времени и месте исторически, географически свое призвание. Вот в Америке это вот выглядит так. Я не хочу сказать, что это вот точно так же должно выглядеть в России. Я сегодня надеюсь, я не буду произносить ни одного императива, как оно должно быть. Я расскажу, как оно бывает. И может быть, часть этого опыта будет окажется полезным и применимым. Значит, если и когда мы православные пытаемся заниматься не своим делом, то есть быть церковью провозглашающей, такой вот рекламирующей, у нас это не очень получается. У нас это выглядит иногда смешно и неуклюже. И наоборот, когда протестанты пытаются быть привлекательными, ну, честное слово, иногда прям даже, с умилением на них смотришь, ну, стараются ребята, конечно, но не получается у них особенно. Я не знаю, я в протестантских церквях бываю иногда, ну, зайдешь, ну, не на что глаз положить, да, какие-то провода, там, не знаю, усилители, все это замечательно, конечно, а потом, как звук включат, ну, тут вообще. Ну, то есть, на любители, на любители. Значит, то есть, у нас с ними разное, это называется, разное миссионерское поле. Вот, кстати, очень характерно, у нас в городе, я сфотографировал, при выезде из кампуса такого церкви, большущей церкви, там, не знаю, пять, шесть, миллионов человек, не миллионов, тысяч, конечно, тысяч человек в церкви, огромная территория, и вот выезд из парковки на улицу, стоит знак стоп, естественно, да, надо остановиться, транспорт пропустить, и такой знак они повесили. А отсюда начинается ваше миссионерское поле, да, вот здесь вот этот кампус, вот, церковь, вот, тут никого миссионерить не надо, да, тут уже все спасенные, вот, вот вы покидаете территорию церкви, начинается ваше миссионерское поле, вот, да, наше миссионерское поле, наше православное церковь в Америке начинается с порога нашей церкви, вот, как, каким образом Господь приводит на наш порог этих людей, мы не знаем, и не наше это дело, но как только человек вступил на порог нашей церкви, он вступил на наше миссионерское поле, он самый главный человек на сегодняшнем богослужении, ради него сегодня происходит, все, что происходит сегодня, происходит ради него, потому что все остальные уже спасенные, ну, условно, конечно, уже в церкви, а он еще, или она, еще нет, да, вот, разные миссионерские поля, да, и поэтому, давайте вот рассмотрим некоторые качества церкви американской, которые позволяют ей соответствовать вот этому вызову, вот этому призванию, быть церковью миссионерской, значит, чтобы быть церковью миссионерской, американская церковь должна быть церковью радушной, да, мы проявляем радость, мы рады каждому пришедшему к нам, поэтому при дверях церкви, ну, в нашей церкви это по очереди, просто, ну, как правило, мужчина, но не обязательно, вот, мы по очереди занимаем место, как бы сказать, привратника, да, вот, ашера это называется, да, вот при входе стоит человек и перед, вот моя очередь, вот я стою в дверях и открываю дверь каждому входящему, вот, здравствуйте, проходите, пожалуйста, рад вас видеть, ну, если свои знакомые, я всех знаю, у нас община, у нас не приход, люди знают друг друга, вот, поэтому я практически всех знаю, многих знаю по имени, кого-то не помню, с кем-то, значит, каждый раз, а я опять забыл ваше имя, вот, ну, все равно, поздоровались, вот, как дела, если я помню, как дела у этого человека были в прошлый раз, я у него спрошу, там, не знаю, как здоровье, как экзамены, как работы, ну, и так далее, вот, что-то узнать о человеке, вот, поздороваться с ним, как минимум, признать вообще, что он есть, и что я ему рад, и что, ну, в моем лице, в данном случае, первое лицо, которое он встречает, вот это самый превратный, я ему рад, этому человеку, и тем более, если человек незнакомый, поскольку, опять-таки, община, то есть мы знаем друг друга, вот, если новый человек приходит, я тоже ему открываю дверь, я тоже с ним здороваюсь, или с ним, или с ней, здрасте, здрасте, да, вот, вы у нас первый раз, ну, получается так, что из-за того, что я много езжу, вот, я приезжаю, там, может, человек уже несколько недель ходит в церковь, я его не видел, вот, ну, здрасте, здрасте, очень приятно познакомиться, о, вы не первый раз, а я думал, видите, вот, поздоровались, познакомились, а если новый человек, вот, очень хорошо, спасибо, что пришли к нам, нашу церковь выбрали сегодня, вот, вот у нас тут, значит, раздеться там, вот пройти сюда, вот сейчас богослужение уже началось, вы опоздали, ну, вот тут у нас свечки, свечки бесплатные, да, пожалуйста, берите, вот, нет, сейчас свечки, пожалуйста, не ставьте, вот сейчас у нас Евангелие читается, давайте послушаем, вот, а вот послушали, а теперь вот, вот там у нас такая-то иконка, вот там такая-то иконка, вот там подсвечник, вот, а что там, что вас привело сегодня в нашу церковь? О, да я только свечку поставить, ну да, свечку-то за что, повод-то какой, у меня там заболел родственник, я говорю, ну, имя-то родственника вашего, дайте, вот, записал на бумажку, отнес в алтарь, и человек только вошел, он вот только еще со своей свечкой стоит, он уже слышит из алтаря, священник называет имя его родственника, вся церковь молится за нужду этого человека, он уже признан, он уже часть церкви, церковь возносит молитву Богу за его родственника, вот, или там, не знаю, какая-то нужда у человека, мало ли что, или радость какая-то, вот, и, ну, поскольку я у дверях все-таки, у дверей должен стоять, я, как правило, кого-нибудь там ловлю за пуговицу из наших прихожан, и, значит, членов церкви, и, значит, перепоручаю, вот, чтобы там подсказали, вот, где у нас, что, вот, текст Божественной Литургии у нас распечатан, поэтому, ну, если человек незнакомый, вот, возьмите в руки, вам будет удобнее следить за ходом Божественной Литургии, вот, и поскольку она у нас путанная, бывает, то помочь человеку сориентироваться, он там потерял по тексту, ну, какие-то песнопения там включаются иногда, вот, помочь ему, а вот мы теперь на этой страничке, а вот это мы сейчас пропустили, а вот это мы добавили, и так далее, вот, то есть кто-то уже заботится об этом человеке, кто-то уже, ну, опять-таки, признает, просто признать его существование, вот, это уже много, особенно, если человек, там, первый раз в городе, или только приехал, радушие, да, продолжается, по окончании богослужения у нас трапеза, общая трапеза, вот, замечательная у вас сегодня трапеза, очень вкусная, сытная, хотел поблагодарить, она уже ушла сегодня, сестра, которая готовила, очень вкусная, эта трапеза, вот такая же, вот, как принято в этом приходе, в вашей церкви, вот, неторопливая, но мы еще побольше, у нас все-таки два блюда бывает, иногда три, вот, да, и тоже по очереди, и каждый приносит, что может, я вот салат могу нарубить, вот такой вот чан, вот, кто-то супчик, кто-то там, не знаю, хлеб, кто-то овощи, фрукты, вот, ну, это праздничный стол, побогаче, вот, обычно, тем не менее, это обед, за столом, посидеть за столом, пообщаться, поговорить на какие-то темы, познакомиться друг с другом, познакомиться с новыми людьми, причем, ну, как правило, священник немножко задерживается, мы уже начинаем трапезу, там, помолились, начали, рядом с новым человеком мы всегда оставляем свободное место, чтобы когда священник освободился, он сел рядом с этим человеком, посидел, поговорил, познакомился, пообщался, представился, не знаю, представил себя, рассказал о своей церкви, о нашей церкви и так далее, вот, чтобы человек познакомился не с каким случайным, там, вот, Олегом Воскресенским у дверей стоит, вот, а со священником, и священник узнал об этом человеке больше, чем, ну, просто вот, не знаю, вот у нас еще кто-то там мелькает, вот, нет, мы ему рады, мы ему признаем, он у нас самый главный, трапеза, ну, трапеза иногда бывает, скажем, разной степени сытости, самая шикарная трапеза, это в румынской церкви, вот, я вот в разные церкви ходил иногда, вот, вот, любят и умеют ребята поесть, вот, то есть, вот, много, сытно, разнообразно, причем, это единственная церковь, трапезной которой, огромная трапезная, отдельный зал, столы, там тоже, столики причем, вот, то есть, они там по семьям, там как-то знакомые, друзья, там молодежь вместе, а в конце, бар, настоящий, хороший, основатель, бар, совсем вообще, что-то к душе угодно, уже не бесплатно, уже за это платить надо, вот, но у них в культуре, их народа, вот, это просто неотъемлемая часть, и никто там не напивается, никто там, вот, все очень чинно, все очень аккуратно, но они же там празднуют все дни рождения, всех членов церкви, вся церковь празднует день рождения, каждого члена церкви, там родственники приехали, там, ну, не знаю, там печальные события, тоже отмечаются, вот, там, гости, свадьбы, ну, в общем, они там проводят весь день, он начинается с богослужения, а потом весь день, как поется в конце литургии, весь день в правде твоей, вот, в правде, значит, в праведности, то есть в кругу праведных, где же лучше, за столом, вот, поэтому у них все основательно устроено, вот, ну, по-разному, в периоды карантина, естественно, мы собирались уже не в трапезной, трапезные были у нас отменены, сейчас, кстати, восстанавливаются общие трапезные, а по домам, вот, у кого дом побольше, кухня хорошая, вот, вот, собирались и изучали Писание, кто-то что-то рассказывал, вот, я, например, приеду в первое воскресенье, я наверняка буду рассказывать о том, как я у вас был в гостях, вот, вот, про вас и расскажу, вот, интересно, какие-то слайды пока показываем друг другу, какой-то опыт, духовный опыт, там, люди в отпуск съездили в другую страну и так далее, значит, радушная церковь должна быть красивой церковью, да, радовать глаз, вот, поэтому церковь, вот, давайте на этом слайде сначала остановимся, я думаю, что это вот, эти, взоры потупили, вот, я говорю о красоте, а тут такая вот, сначала о красоте, церковь расписана, красиво расписана, в вашей церкви светло, и мне тоже это очень нравится, вот, замечательные иконы, они есть, они красивы, есть на что глаз положить, да, есть что посмотреть, на что полюбоваться, ну, это не сразу, тоже у нас несколько лет церковь была, просто белые стены, потом постепенно мы ее, сначала стены, потом верхнюю часть, и потом потолок, это годы ушли на это, но церковь должна быть красивой, да, для того, чтобы быть привлекательной, когда, вот, наступили эти карантины, мы этой части были лишены, вот, так та же самая церковь выглядит снаружи, не особенно привлекательно, да, вот, да, приходилось компенсировать другими качествами, скажем, церкви, вот, собирались вот так на улице, вот там динамики стоят, вот, и на улице через боковую дверку, потом выносили дары, и мы причащались, а так вот стояли, ну, в хорошую погоду стояли на улице, но шумно, пыльно, холодно, и так далее, то есть уже не так, скажем, привлекательно. Не только зрительная красота, но и звучать должна церковь красиво, да, если нашего собственного хора, вот, хор у нас небольшой, там темненькие, как раз в костюмах, хористы, мы приглашаем из других церквей, вот, из лютеранской церкви приглашаем певчих, они поют изумительно, вот, лютеранской традиции, хоровой, не знаю, она из самых богатейших, они с удовольствием изучают наши православные песнопения, даже на русском иногда, ну, одно-два выучат, по большей части на английском, вот, но они участвуют в нашем богослужении, вот, у нас красиво, просто божественно красиво у нас звучит храм, ну, на праздники, каждый раз мы их не приглашаем, на большие праздники всегда приглашаем. Красота, да, участие, я уже это слово несколько раз произнес, участие в богослужении, ну, самое важное, самое главное, это причастие, причащение, регулярное, каждое воскресенье, каждое богослужение, каждое литургия, причащаются все, и это норма, исключения бывают, у каждого свои бывают исключения, по которым человек, в качестве исключения, ну, может не знать, ну, что-то произойти в жизни человека, не может он причаститься, бывает, вот, но это что-то должно такое произойти, чтобы человек не причастился, вот, а это норма жизни, регулярное причащение, а значит, подготовка к причащению, начинается не за несколько недель, вот, или месяцев, а подготовка к причащению начинается с, вот, человек причастился, вытер губки, отвернулся, начинает готовиться к причащению, вот, и у него целая неделя подготовится к следующему причащению, вот, то есть, вся жизнь человека в течение недели это подготовка к следующему причащению, вот, не последние, там, дни или часы, вот, или, там, недели, два раза в год, А регулярно, постоянно, литургия, само слово, означает общее или всенародное действие. Всенародное, общее, не для избранных сегодня, не случайно оказавшихся, а для всех. Чаша выносится ко всем. И участие поэтому подразумевается для всех. И человек включен в жизнь церкви, в полноте ее. Участвует в богослужении, в пении. Пение не только собственно богослужебное. Ну то есть, так или иначе, по ходу богослужения. А великое множество в нашей традиции, они как-то, не знаю, развиты или нет. Я не музыкант, совсем не знаю. Не церковные, не богослужебные христианские песни, их же народных песен, великое множество. Вот они как-то у нас, не знаю, не приняты в культуре, что ли. А мы их в церкви поем. И поют все. Поют все просто потому, что знают их все, но с детства выросли с этими песнями. Глубокие, трогательные, детские, интересные, по разным поводам, праздникам и так далее. Но поют, опять-таки, поют все. Участвуют, то есть все. И это участие обеспечено как бы самим дизайном церкви. Смотрите, прозрачная алтарная преграда. То есть иконостас. Иконостас есть, но он прозрачный. Всегда видно, что происходит в алтаре. Все видно и всегда видно. Кстати, царские врата открываются в начале богослужения воскресного, божественной литургии. И закрываются в конце. Эта катапитасма у нас, скажем, не принята. Однажды приехал с инспекцией правящий архиерей в американскую церковь. Сказал, вот у вас должна быть катапитасма. Ее даже прибить некуда. Ну, прибили, два гвоздика повесили. Он уехал, ее тут же сняли. Потому что она никак не вяжется с устройством и ходом богослужения. Богослужение открыто, все открыто. Таинственные молитвы, они же таинственные, не таинственные. Они не таинственные, не секретные молитвы. Мы просто не туда ударением ставим, когда произносим их как таинственные молитвы. Они таинственные, то есть относящиеся к таинству. А произносятся они вслух. Так, чтобы все могли участвовать во всем богослужении. Все во всем богослужении. Или вот, смотрите, низкая алтарная преграда. Вот в этом предельчике. Она есть, но она низкая, поэтому, опять-таки, видно всегда все, что происходит внутри, в алтарной части. Внятность богослужения. Мне, как филологу, это особенно радостно и приятно. Внятность богослужения. То есть богослужение происходит на понятном языке. В Америке понятным языком, общепонятным языком является английский язык. В американской церкви богослужение на английском языке. Не на староанглийском, не на древнеанглийском, не на церковноанглийском, а на английском языке. Красивом, богатом, поэтичном английском языке. Оно внятно. За счет этого, опять-таки, человек, вошедший, только вошедший в храм, он знает, что происходит. Ну, он может не разобраться сразу в порядке богослужения, но оно внятно. В русской православной церкви в Америке, вот это я добился, 10 лет добивался, пока был частью русской православной церкви, вот этого воскресенского прихода. Я в воскресенье, поскольку я воскресенский, ходил в воскресенскую церковь, в течение многих лет. Я таки добился того, чтобы писание читалось на трех языках. Значит, первый церковнославянский для правящего архиерея. Правящий архиерей требует, чтобы был церковнославянский. Его никто не понимает, но мы читаем. Значит, на церковнославянском для правящего архиерея, который живет от нас в трех штатах, потом на русском для русскоязычной части прихода, у нас смешанный приход, и потом на английском для англоязычной части прихода. Внятно должно быть богослужение. Две проповеди, на русском и на английском. Две разные проповеди. Одну священник читает, другую, ну я, например. Оно должно быть внятно. Если оно не внятно, и это доказано опытом американской церкви уже тысячи раз, церковь вымирает. Национальная церковь, иммигрантская, если во втором поколении или в третьем, самое большое, не переходит на английский язык, она вымирает. Если нет постоянного притока иммигрантов с этим языком, то она вымирает. Это уже доказано тысячу раз. Вот пример тому нагляднейший. Троицкая церковь у нас в городе. Большая, красивая, сербская троицкая церковь. Православная. В сербской церкви несколько в городе. Во втором, в третьем поколении, то есть вот сейчас примерно уже приток сербов такой регулярный у нас значительный, давно прекратился. Значит, во втором, в третьем поколении церковь переходит на английский язык, богослужение. А вот эти, именно в этом приходе, в этой церкви, вот такие упертые оказались сербы, вот они держались до последнего. До последнего, то есть буквально до последнего. Церковь опустела. Церковь опустела. Следующее поколение детей и внуков иммигрантов разошлась по американским церквям. Или ушла вообще в мир. Вообще ушла из церкви. Непонятно им, что там на церковном славянском служит. И это проверено тысяча раз. Если нет внешней подпитки для церкви, то церковь, невнятная церковь, вымирает. Удобство. Элементарная вещь удобства. Части, в каких-то частях богослужения мы садимся, садимся на пол. В Америке пол – это чистая поверхность. Садятся люди на пол, там ковры, или по периметру скамеечки. Удобные. Вот проповедь, например. Проповедь у нас, батюшка, обстоятельная, великолепный совершенно проповедник от Бога. Отец Жанатан, удивительные проповеди по глубине. Богатству, содержательности. И его никто не торопит. И он сам себя не торопит. Потому что люди сидят, слушают внимательно. Проповедь может быть, не знаю, 20 минут, 40 минут, может быть. Ну, не часто бывает 40 минут. Как правило, 20 минут полчаса. Но все сидят, слушают внимательно. И есть части богослужения, которые служатся сидя, а есть, которые стоя. Вот кофизма акафиз. Само слово. Ну, седалин, не седалин, по-русски. Значит, акафиз – это то, что не сидя. Значит, кофизма – это то, что сидя. Или там возглас звучит во время богослужения. Премудрость – прости. Прости – это что? Это повелительное наклонение. Встаньте прямо. Равняйся смирно по-нашему. То есть, внимание, встаньте. А если мы и так стоим, то к кому вообще это обращение? Мы и так стоим, а нам говорят, встаньте. Вам смирно. Ну, смирно можно. Но это уже мы, да. Мы подыскиваем эквивалент. Если мы уже и так стоим, то что мы можем сделать? Ну вот, вытянуться, да, еще раз. Меня батюшка, кстати, вот из моего прихода, надоумил на команду смирно еще сделать пару шагов вперед, поближе к Евангелию, чтобы слышать лучше. И многие, я заметил, следует этому моему примеру, не я его подал, это, наверное, я не единственный носитель этой традиции. Но вот когда читается Евангелие, сделать шажок, ну хотя бы условный, а лучше, конечно, не условный, а действительно подойти чуть поближе, чтобы лучше его слышать, чтобы оно было внятно. Значит, удобство. Просвещение. Церковь должна быть просвещенной для того, чтобы принимать новых членов. У нас просвещение, церковное просвещение, оглашение в городе проходит 12 недель. 12 недель, значит, два раза в год, с сентября по Рождество и, соответственно, с января по Пасху. Вот 12 недель, два раза в год, два набора каждый год. И проводится оно силами всех церквей города, всех православных церквей города. То есть все оглашаемые собираются в одну группу и в одной из церквей в центре города проходят эти встречи раз в неделю. И проводят эти встречи священники или миряне, образованные из разных юрисдикций, из разных церквей, из разных традиций. Одну тему ведет грек, одну тему русский, одну тему американец, одну тему эфиоп, одну тему и так далее, серб, румын и так далее. То есть они знакомятся с православием, не со своим румынским православием или русским православием, они вступают в православную церковь и знакомятся друг с другом, и знакомятся с разными традициями. А вот у нас так, а у нас по-другому, а вот исторически это выглядело так, а теперь это выглядит иначе и так далее. Просвещение. И начинается это просвещение с молодых ногтей, с, опять-таки, участия детей в богослужении. Просвещение. Буквально вот с трех-четырех годков. Вот у нас в Анечке было, наверное, годика три, может быть, не знаю. Наверное, три. Когда мы ему сшили стихарик маленький. И первый раз вот он, и он ждал этого времени. Мы его готовили к тому, чтобы вот он пойдет в церковь, и он будет участвовать уже наравне вот с другими мальчиками, постарше. И, значит, какое-то воскресенье он первый раз стихарик надел. Следующее воскресенье в этом стихарике первый раз вошел в алтарь. Ему объяснили. И мы объяснили. Мама объясняла, я объясняла. Что такое стихарик? Откуда вообще взялось? Что за слово такое? Почему его обязательно надевать? В чем роль? В чем смысл? А в следующий раз войти в алтарь. Что такое алтарь? Почему туда входит? Почему через эти ворота входит, через эти нет? Когда входит? Когда выходит? В следующий раз ему дали там постоять в каком-то месте с другим мальчиком. И объяснили, почему ему надо стоять? Что это за место такое? Что это за роль такая? В следующий раз дали за что-то подержаться там такое. Вот объяснили, что это такое. За что это он держится? Как оно называется? Откуда взялось? Для чего служит? В следующий раз подержать дали, в следующий раз вынести дали. И так постепенно ребенок, каждый раз участвуя в чем-то новом в богослужении, и каждый раз находится либо взрослый, либо подросток, которому поручен более младший мальчик, объяснить ему, приобщить к этому опыту. Поэтому дети участвуют в богослужении, не ждут, когда оно кончится, а участвуют в нем. А дети за внимание готовы делать очень много. Девочки, вот они там, где у нас девочки, вот они, вот они за пивочку готовят. И опять под руководством взрослых, которые им объясняют, что это, откуда взялось, зачем это надо. Балахончики у них специальные, такие там подставочки и так далее. Все очень церемонно, чинно, обстоятельно и толково. Ну, девочки, вот у нас Анечка в алтаре, Анечка в хоре. Вот она с двухлетнего возраста в хоре. Сначала у мамы на груди я не пою. То есть, если я пою, я надеюсь, что меня сегодня слышно не было. Я, конечно, пою. Но наш регент разрешил мне стоять в хоре на одном условии, чтобы меня слышно не было. Я люблю стоять в хоре, но не пою. А супруга очень музыкальная, и она поет. И она вот Анечку нашу приобщала вот буквально, не знаю, там с двух-трехлетнего возраста. И в 13 лет наш ребенок отслужил первую литургию, отрегентовал. В 13 лет. Ну, музыкальная девочка, маму. То есть, она постоянно чего-то нового, что-то они с мамой изучали, пели, репетировали, узнавали. И это было осмысленно. Это было участие, соучастие в таинстве. Растут детки. В Америке принято, значит, когда детки заканчивают школу, они съезжают от родителей. Ну, если поступают в университет, то, понятно, значит, съезжают там в общежитие. Но даже если университет в том же городе, принципиально надо съехать. То есть, ну, самостоятельность проявить, да? Вот. Ну, наш ребенок тоже. Ну, Ванечка сразу уехал в другой город, там поступил в институт. Вот Аня поступила в нашем же городе, но съехала. Все, самостоятельная девочка. Ну, такое дитя-бумеранг, как это называется, да? То есть, когда она съезжает, вот я самостоятельная, все, там, пара месяцев проходит. Папа там, ты не можешь за мной заехать? У меня тут двухмесячный запас, значит, исчерпался. Во-первых, еды, во-вторых, чистого белья. Вот. Я ее забираю, привожу домой, она у нас неделю отстирывается, откармливается. Потом нет, я опять самостоятельная, опять съезжает и так далее. Вот. Ну, в общем, ну, съезжают. То есть, съезжают и живут самостоятельно. А если это люди, дети, ну, уже взрослые дети, православные, они находят себе вот на кампусе своего университета, находят практически на кампусе любого университета, есть православная молодежная студенческая организация. Вот они собираются, молятся вместе, там какие-то проекты благотворительные, просветительные и так далее осуществляют. И университет выделяет им для этого помещение, время и так далее. Руководство церкви. Руководство православной общины, американская, очень, как бы сказать, плоская. То есть, руководит церковью не священник, а церковный совет. И священник, настоятель, он член церковного совета. Не председатель, а член церковного совета. Вот Оксана тоже, жена моя была членом церковного совета долгое время. Вот собрание церковного совета. Церковный совет возглавляет, ну, в данном случае, сестра Вера. Она регент. Ну, наверное, какой-то музыкальный вопрос решался, я так думаю. Поэтому она его возглавляет. И у каждого из членов церковного совета свои, ну, как бы функции, да, своя роль. И каждый, да, это волонтерский труд, никто за этот зарплату не получает. Каждый реализует те призвания, которым Господь их, ну, тот опыт, которым Господь их наградил, которым они обладают. Там бухгалтер берет на себя, ну, казначеем становится. Там музыкальный человек становится регентом, да, вот музыкальной частью заведует. Там, не знаю, инженер, строитель берет на себя, ну, вот, содержание храма, да, вот. Вот, кто там еще, учитель берет на себя организацию просветительской деятельности и так далее, и так далее. Вот, то есть священник, за священником оставлена только та роль, которую может выполнять только священник. А именно, свершение таинства. Вот, ни один мирянин не в состоянии этого дела. Вот это совершает священник. Все остальное берут на себя дьяконы, тоже волонтеры, и другие члены церкви. Вот, распределяются среди членов церкви. При необходимости, если один из членов церкви с удовольствием, с радостью и по призванию исполняет, ну, ту или иную церковную функцию и не может себя содержать, вот, а церкви, исполнение этой функции важно, общине, то община выделяет ему, ну, какое-то содержание, да. Содержание достойное, достаточное, вот, то там на полставки или наставку, не знаю, по-разному бывает, да. Вот, то есть, руководство, вот такое оно, значит, да, при этом почитание, почтение к священству, к церковной иерархии, оно, конечно, присутствует. Вот, и оно, ему опять находится время и место. Вот, на праздновании столетия Троицкой церкви, на большой праздник, естественно, был приглашен правящий архиерей. Вот он, он такой, невысокого роста, он проповедь длинную, обстоятельную, долгую проповедь сказал, поэтому, видите, все сидят. Вот, и архиерейская служба, понятно, довольно длительная, праздничная, тем более, красивая, закончилась. И потом трапеза, тоже праздничная трапеза, на улице, дело было летом, значит, выставили столы, выгородили целый квартал, значит, с одной стороны улицы поставили пожарную машину, с другой стороны полицейскую машину, и, значит, вот выгородили себе на полдня целый квартал. Выставили столы, там какую-то, там поставили кухню, там бутерброды, хот-доги, ну, как всегда у американцев. Вот, и какая-то там была сцена, значит, там выступают, поздравляют, гостей собралось из других церквей, просто соседи пришли попраздновать столетие церкви. Вот, и, да, священник вышел, там один из священников вышел, благословил трапезу, мы уже, значит, приступили к ней, правящий архиерей там задержался, чуть позже вышел и присоединился к нам. Вот, и к вам теперь вот такой вопрос, квест такой, вот, найдите архиепископа на этой фотографии. Я надеюсь, видно, ну, более-менее. О, ну, поищите, поищите. Я вам даже подсказал, не заметил, да, оговорился. О, да, с посохом, видите, вот он, вот, наш ладыка, вот он присоединился позже, но встал в очередь за своим хот-догом, вот, как все остальные, никто не бежит к нему там с серебром, фарфором и так далее, вот. Вот, он присоединился к общей трапезе, к общему празднику, вот, он разделил с нами праздник, и никто не усаживал его там на какое-то место, он взрослый человек, вот. Вот, он сам решит, с кем он хочет посидеть, с кем он хочет пообщаться. Кажется, у него там родственники, друзья есть, ну, и всем хочется с ним пообщаться, поэтому, значит, я там тоже подсел к нему за какой-то столик, там рассказал про свою миссию, вот, благословил он меня на нее. Вот, и, то есть, на богослужении, во время архиерейской службы, он в центре, да, на Орлице, все понятно, вот, он предстоятель, да, предстоит на службе. Она закончилась, вот, он наш друг, он наш гость, мы его любим, мы ему рады, вот. То есть, вот такой род, что ли, выражение почтения и к церковному руководству. Вот тоже квест «Найди священника». Вот с левой стороны, видите, очередь снаружи храма, то есть, это как раз уже во время этой самой карантина, то есть, выносятся дары, и все люди, которые стояли на улице, через динамики слыша и подпевая на всю улицу богослужению, подходят к чаше, причащаются. Вот, и поскольку не было вот этой салфеточки, а каждый брал отдельную салфеточку, вот, одноразовую тряпочную салфеточку, брал, подходил, вытирал губы и бросал ее в корзинку. Вот, вот, там очередь, видите, да, человек подходит, причащается и бросается в корзинку. Вот на этой картине, на этой фотографии «Найдите священника». Он держит корзинку, подскажу вам, он держит корзинку с грязными, с использованными салфетками, причащает дьякон. Ну, так получилось, вот они вышли, и так получилось, что дьякон, или они там решили, что дьякон будет причащать, а кто-то должен держать корзинку. Вот, батюшка взял корзинку, ничего, стоит, нормально, вот, я причастился, подошел к нему, отобрал у него корзинку, вот, он занялся своим делом, у него там есть чем еще заняться в это время, вот. То есть, и это никого не смущает, это совершенно нормально, вот. Вот, таинство он совершил, да, вот, в алтаре, то, что только он может совершить, вот, он свою, как бы, роль выполнил, вот. Теперь он, вот, один из нас, он уже причастился, поэтому он, вот, вместе с нами и участвует, ну, посильно, вот, там, где он нужен, там, где требуются руки и участие. Вот, детский праздник в греческой церкви, вот, тоже, найдите священника, ну, плохо, к сожалению, не видно, вот, отец Ричард, он вон там, вот. Это детский праздник, поэтому священник не посередине, это не его день рождения, вот. Он нашел себе место, он есть, он присутствует, он, как бы, своим присутствием освещает этот детский праздник, вот. Но он не самый главный, он не самый центральный на этом празднике, он один из участников этого праздника. Общинность, вот, как бы, принцип, устройство американской церкви, который позволяет, опять-таки, быть ей церковью радушной, принимающей новых членов. Общинность, поэтому у нас и трапезы общие, поэтому мы радуемся вместе, поэтому горюем вместе, переживаем вместе, трудимся вместе. И не только в течение, там, богослужения, по окончании богослужения, но и в течение всей недели вот такие бюллетенчики, они онлайн, и раньше на бумажные рассылались, каждому члену церкви. Ну, сейчас это по имейлу, да, массовые рассылки, как-нибудь легко делаются, но в нем, в этом бюллетенчике описываются события недели. Что нового, что будет происходить, какие лекции, какие службы, какие выставки в городе, какие гости в городе, какие события в городе, в приходе, в других церквях. То есть, жизнь церкви продолжается, общение в церкви продолжается в течение недели. Люди вместе ходят на выставку, люди вместе ходят на спектакли, на концерты, в гости в другую церковь. Продолжают. Любят друг друга, знают друг друга, молятся друг за друга, помогают друг другу. 24 часа 7 дней в неделю. Мы ездим на велосипедные прогулки вместе. Ну, не все могут на велосипедах, поэтому мы едем в парк на велосипеде, а те, кто не может на велосипеде, едут туда на машине заранее, устраивают там шашлычки и так далее. Мы приезжаем, и у нас уже готовая трапеза. И вместе пообщаться, вместе опять помолиться, вместе побеседовать, порассказывать друг другу о своей жизни, поспрашивать священника о том, как вообще жить дальше, какие проблемы, какие радости, какие горести у нас в жизни. И это не только богослужебные дни, а в течение всей недели, в течение всего года, в течение всего дня. И, кстати, вот об исповеди я забыл сказать, что поскольку это частое регулярное причащение, то исповедь не является обязательным условием перед каждым причащением. Люди исповедуются по мере необходимости. Кому-то нужно каждый день. У меня были периоды в жизни, когда мне надо было исповедоваться каждый день. И я исповедовался. А кому-то при регулярном, таком, не знаю, трезвенном, духовном образе жизни, рефлексии здоровой, это, может быть, требуется не так часто. Поэтому, вот сейчас, тем более с карантинами, мы договорились, решили, то есть в общении, что мы будем договариваться со священником индивидуально. Мне, например, ну-то я, ну, как правило, опять не буду тут никаких обобщений делать, но мне, как правило, требуется исповедь время от времени. Или повод какой-то конкретный, или, не знаю, что-то накапливается. Я звоню священнику, мы с ним договариваемся о встрече, и мне надо не 5, не 7 минут на исповедь, а мне надо побольше времени, честно говоря. Вот, и не так, чтобы за мной еще там 8 человек мне в затылок дышали. Вот, а мы с ним договариваемся, что встретимся в парке, вот, и погуляем вместе, в лесу, вот. У него рядом с домом лес, и вот мы батюшку выгуливаем, вот, по очереди, вот. Вот у него бывают дни, когда он целый день гуляет по парку, вот, с одним погуляет, с другим погуляет, вот. Вот, не в душном помещении, вот, а не торопясь, толково сели на скамеечку, поговорили, вот, помолились, вот. А под Епитрахиль я к нему подойду, и это займет, там, 15 секунд, вот. Вот, то есть, опять, для человека, вступившего в церковь, предоставляется такая возможность не вписываться в какое-то, вот, не знаю, жесткое правило. Вот, а найти время, найти место для обстоятельной личной беседы, знакомства, преемственность, важнейшая черта американской православной церкви. Старшим поручено, оказана честь и бремя, и ответственность воспитания младшего поколения. Вот, священник у нас на пенсии, отец Филипп, сейчас уже совсем хворый, это уже фотография, наверное, 6-7 летней давности. Он взял вот попещение над этими двумя молодыми людьми, которые только-только пришли в православную церковь, они в какой-то протестантской церкви, не помню, евангельской церкви, выросли. Вот, заинтересовались православием, еще тинейджерами, там, книжек начитались. И вот он взял над ними опеку, вот с ними регулярно встречался, созванивался, списывался, вот, ну, сейчас заболел. А так вот он их взял под свою, как сказать, ну, опеку. Вот, не знаю, ввел их таким образом в традицию православия. И так это вот распределяется, никто там не записывает никаких списков, а люди сами выражают интерес. Вот, у меня есть некоторый опыт, и у меня есть некоторое время. Вот, и я это время посвящаю вот именно этому служению. Цифровые технологии современные, да, библейские наши занятия, регулярные по средам библейские занятия, еще до всяких карантинов, ковидов, мы проводили онлайн. И проводим, кстати говоря, вот в эту среду было занятие, я его, к сожалению, пропустил. Вот, подключаются люди даже из разных штатов. Вот, каждую среду мы изучаем Писание, готовимся к следующему воскресенью. Мы изучаем чтение следующего воскресенья, евангельское и апостольское чтение следующего воскресенья, чтобы быть к нему готовым лучше знать, ну, какую-то историю, там, не знаю, богословие, контекст и так далее. Один ведущий по очереди, вот, и все остальные участники. Вот, с помощью цифровых технологий мы продолжаем встречаться на Zoom, или там, как-то он называется по-другому. Домашняя церковь, то есть церковь не ограничивается стенами церковного здания, помещения. Церковь, святыни приходят в дом, в дома людей. Вот одна из величайших святынь зарубежной православной церкви, Курская коренная икона, она у нас время от времени нас посещает, удостаивает такой радости и чести. И вот она по домам ходит. Я вот пару раз даже был ее водителем. На машине с утра до вечера я ее развозил по домам. Ну, не только больницы, хосписы, везде, где ей были рады. Вот она приезжала, и собирались все соседи, верующие, неверующие, просто все приходили, потому что, ну, святыня, это было время приглашения, это было время проповеди, это было время молитвы. Почему? Потому что церковь вышла за пределы своего церковного здания, вынесла вот свою святыню. Миссия. Как растут множество церквей? Через миссии. Вот сначала от материнской церкви отделяется одна-две семьи, иногда священник, как правило, со священником, и в каком-то районе города или штата начинают богослужения, регулярные богослужения. И благодаря своей открытости, привлекательности, как правило, в каком-то помещении, которое они снимают, там или платят, или бесплатно удается снимать. Вот в данном случае Елизаветинская церковь снимала просто блок в бизнес-центре. Вот там бизнес-магазин, какое-нибудь агентство, церковь, то есть миссия, опять бизнес-магазин и так далее. Ну вот просто такой вот блок. Внутри он более-менее был оформлен, похоже на церковь. Но было всего там сколько, не знаю, две-три семьи, то есть человек там 10-12, и они своего священника содержать не могли в это время еще. Он работал на гражданской работе, то есть он программист, отец Марк, причем высочайшего класса программист. Но благодаря его усилиям, немалым усилиям, проповедническим, миссионерским, а также всего прихода, привлекательности церкви, это миссия, то есть поначалу еще не церковь, а миссия, росла, 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 и на каком-то этапе они уже предложили, выросли там примерно до 100 человек, 80-100 человек, не 180, вот где-то около 100 человек, они уже оказались в состоянии содержать его и предложить ему какое-то вот самое жалование. Отец Марк выговорил себе право, поскольку он любит свой программизм очень, и он действительно высокого класса специалист, он выговорил себе право оставить за собой свою гражданскую профессию, то есть программистская, свою специальность, потому что как программисту ему платят гораздо больше, просто на несколько порядков больше, чем когда-либо ему сможет платить его приход. Он просто, ну, я говорю, высочайшего класса специалист, поэтому он содержит сам себя, а то, что ему церковь выдает в качестве содержания, он вносит обратно в церковь в качестве пожертвования. Это помимо десятины, это его пожертвования. Благодаря этому, ну, а также усилиям всей церкви, постепенно они росли, росли, их стало примерно человек сейчас, не знаю, 150, они купили церковь, уже здание церковное. Вот, уже они теперь не миссия, а церковь, да, вот так образуются, появляются новые церкви. Сначала миссия, как от материнской церкви выделяется небольшая группа, и потом постепенно несколько лет занимает, 6-7-10 лет вот до церкви. Вот, общины уже, которая берет на себя ответственность за содержание своих, некоторых своих церковных служителей, кого-то содержит, кого-то, наоборот, удостаивает радости и чести выполнять ту же самую работу, но волонтерски. Социальные служения церкви. Так, я посмотрю по времени, чтобы у нас еще немножечко осталось времени на вопрос-ответы. Укладываюсь пока. Значит, социальные служения различные, разнообразные. Вот на примере церкви в штате Колорадо, это не у нас в штате, церковь, община православная выкупила кафе, кафетерий на кампусе местного университета. Студенты живут в общежитиях, им надо где-то питаться, вот, студенческое кафе. И благодаря тому, что кафе это обслуживалось до недавних пор силами волонтеров, членами церкви по очереди, по расписанию, каждый там какой-то там полдня, три часа, два часа, четыре часа трудился. Питание было очень дешевое, качественное, все, домашняя кухня, хорошими любящими руками изготовленная. Студентам это очень нравится, дешевое, вкусное питание. Они с удовольствием приходили, приходят в это кафе. Оно оформлено как хагиософия. Хагиософия – константинопольский храм. То есть тоже название и оформлено в стиле, скажем так, православной церкви. То есть на полочках христианской православной литературы. Иконки стоят, лампадки и так далее. И студентам ужасно нравится это место. Можно купить чашечку чаю или супа, тарелочку и сидеть, целый день готовить свои эти самые экзамены. Так кроме этого, за них еще и помолятся. Ты же волонтеры, они же тут же тарелочку принесут и спросят, что у тебя тут физика, давай я за тебя помолюсь. Найдите мне студента, который откажется, чтобы за него помолились на завтрашний экзамен. Да, конечно, и помолятся за него. А в следующий раз он придет, спросит у него, как дела, помогла ли молитва. Молитва помогла, но я решил поспать на следующий день и проспал экзамен. Ну, не знаю, я фантазирую. И таким образом, эти студенты, этот кампус является миссионерским полем этой церкви. И с удовольствием приходят в это кафе преподаватели, проводят там заседания кафедр своих, там дни рождения празднуют и так далее, всякие, как это называется, корпоративщики. Да, и, кстати, батюшка тоже участвует. Батюшка тоже наравне со всеми волонтерствует, приходит и там наливает, разносит и так далее. И молится, естественно, вместе со всеми. Преподаватели его приглашают, как правило, помолиться, открыть, начать заседание кафедры, о благополучии, о присутствии Духа Святого. Очень любимое место на кампусе. Это служение, такое социальное служение церкви. В нашем городе социальное служение. Вот это наш город, Сент-Пол и Миннеаполис. Их два, собственно, города, Сент-Пол и Миннеаполис. Два центра. Это один город с двумя центрами. Дело в том, что речка Миссисипи, она у нас начинается в Миннесоте, течет на юг, в Мексиканский залив, как известно. Вот она течет с севера на юг, доходит до Миннеаполиса, потом поворачивает под 90 градусов, течет на восток 15 миль, значит, 25 километров, и потом течет на юг дальше, уже до Мексиканского залива. Вот на этих двух поворотах два города образовались, там перекладывали из реки на железную дорогу товары. Постепенно они срослись пригородами, получился вот город. Вот все это вместе 3,5 миллиона человек. Видите, тоже кольцевая дорога такая, квадратно-гнездовая. О чем я? Вот здесь, прямо в самом центре города, вот Миннеаполис, почти в самом центре города, East Phillips. Был такой райончик, мы когда только приехали 30 лет назад, поселились прямо рядышком с ним, самый неблагополучный район города. Такой пестренький, такой пыльненький, такой грязненький, такой пьяненький, такой наркотический, такой бандитский, в общем, не заходи. Дома на этом городе выглядели вот так. Большие красивые дома, но заколоченные фанерой. Жить невозможно. Пальба на улицах, наркотики и так далее. То есть дома стояли рядами, улицами. Дома, отличные дома, в отличном состоянии, заколоченные фанерой. И вот такой красненький значок там стоит. Этот дом продается за 1 доллар. И никто не покупал. Значит, лет, теперь уже когда, 15 назад, христианские организации, колледжи, в городе несколько университетов христианских, в том числе православные студенты там учатся, в одном из них был и есть факультет социального служения. То есть готовят социальных работников, помогающим, малоимущим, нуждающимся и неблагополучным. Так вот, этот самый университет вместе с церквями города, помолившись, выкупил, если не ошибаюсь, сначала только два дома, потом еще два. Значит, их переоборудовали под общежитие для студентов этого самого факультета социального служения. Чтобы они прямо жили там, среди тех, кому им потом нести служение. Эти студенты, христиане, стали молиться о своих соседях и им помогать. Кого-то на работу устроили, кому-то там ребеночка в детский сад, кому-то там помогли пособие выхлопотать, кому-то и так далее. Привели свой квартал в порядок, потом выкупили еще пару домов, с городом заключили договор о том, чтобы город вычистил этот район. Его и раньше вычищали, он тут же превращался в помойку, а тут, значит, вычистили, а он остается чистеньким. Выделили, да, город выделил патрульную машину полицейскую первое время, просто чтобы присутствие полиции было в это время. Через пять лет этот райончик выглядит вот так. Пять или шесть лет. Каждый дом полтора-два миллиона. Вот мне надо было тогда прикупить штуки три-четыре, на пятерку уже, ладно, пять. Сейчас бы был миллионером. То есть это программа христианской реабилитации, реабилитации неблагополучного района. Теперь этот опыт по всей стране разводится, и в Миннеаполис приезжают изучать, как вы это делаете. Вот как мы это делаем. Молимся, берем на себя ответственность. И церкви принимали посильное волонтерское участие, члены церквей многих. в этом проекте. Но это совсем другой опыт тоже социального явления. Если вы помните, пару лет назад Миннеаполис прославился на всю страну, на весь мир. У нас, значит, на моей улице практически полицейский остановил, а, был вызван по поводу того, что, значит, этот Джордж Флойд, его звали, значит, чернокожий, передозировал наркотики и, значит, кричал, что он там задыхается и так далее. Полицейский прибыл, этот самый чернокожий стал оказывать ему сопротивление. Вот. Это засняли на видео, и получилось, что полицейский задушил этого несчастного чернокожего, тот кричит, я не могу дышать. Судебная экспертиза показала, что он умер от передозировки наркотиков, но это вызвало, это потом, а на тот момент эта съемка просто вызвала социальное возмущение. Вот. И, да, и полицейскому дали 29 лет, между прочим. Вот. Я думаю, что следующий президент, если он будет нормальный президент, он его амнистирует, но пока вот так. Значит, так вот, это я к чему? К тому, что эта вот толпа возмущенная шла по улице, сжигала все по дороге. Вот. То есть на один дом, на глубину одного дома вся эта улица была там разграблена, уничтожена и так далее. Вот. Дык. Где-то прошло там пару месяцев, я пошел, значит, в гости в Екатеринскую церковь, вот та самая, которую я вам показывал, которая была миссией, она стала вот теперь уже церковью, я пошел в гости, и там, значит, тоже внутрь уже я не мог, не записался на литургию, значит, на улице. Ну, думаю, ладно, на улице хорошо, тоже другие люди стоят, еще травка зеленая. Пришел, и, значит, начало богослужения, динамики стоят, все хорошо, и я, значит, думаю, ну, куда-то же надо лицом стоять, ну, на восток, естественно, да, лицом во время богослужения, а смотрю, все чего-то повернулись наоборот, под 90 градусов, вот, на газончике тоже все стоят и смотрят под 90 градусов, я думаю, куда же не смотрят, а на газончике установлен поклонный крест, большой, красивый поклонный крест. Я думаю, ну, нормально, тоже можно и так, значит, можно не на восток, а на поклонный крест тоже. Вот, я поворачиваюсь, повернулся и обомлел, потому что, оказывается, на кресте, вот на его нижней перекладине установлен плакат. Не знаю, видно его или нет, Джордж Флойд, Memory Eternal, Вечная память. Я говорю, ребят, вы что? Ну, он вроде как бандит, наркоман, ну, да, печально, конечно, что он умер, ну, как бы его в лик святых-то, на крест-то православный, с какой стати? Они говорят, а у нас тут, когда вот эти вот шли, мародеры, они грабили все подряд. Мы, когда прибили вот этот плакатик на крест, они нас обошли стороной. Ну, не знаю, я сказал, ребята, не знаю. Такой оберег, да. Прибили оберег на православный крест, и, значит, их беда обошла. Я говорю, не, ребята, я принципиально, я на восток, вы куда хотите, а я на восток. И вот всю службу я, ну, никому я ничего не доказал, но себе, по крайней мере, что-то доказал внутри. Хотя в чужой монастырь вроде со своим уставом не положено, но совсем домой уходить не хотелось, поэтому все стояли на север, я на восток. На этой литургии. Вот такие явления тоже в православной церкви у нас бывают. Вот поделился с вами своим личным переживанием. Средство массовой информации. Радио. Радио «Древняя вера». Православное радио, заметьте, называется «Древняя вера». То есть за нашей верой, за православной традицией репутация древности. Ancient Church. Ancient Faith. Древняя церковь. Древняя вера. Иногда называют historic church. Мы историческая церковь. В отличие от протестантской, причем уважение, мы историческая церковь. Древняя. Мы накапливаем опыт. Книги, книгопечатания тоже. Что делает церковь миссионерская? Книгопечатания. Я вот не мог нарадоваться на вашу библиотеку. Книжный магазин замечательный. Книги. Великое множество. Разные. Издательство Владимирской семинарии, Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке православной печатает множество книг. Разные. Ну, плохие тоже, но по большей части хорошие книги. Их много. Для детей, для взрослых. С чем это связано? Помните, я вам говорил. Старшее поколение начинает читать книжки. И вот люди буквально, я слышал это не раз, я дочитался до православия. Вот я спрашиваю, как вы, не знаю, из какой-нибудь лютеранской, протестантской традиции, вы пришли в православную церковь. Вы знаете, дочитался. I read myself into orthodoxy. Я дочитался до православия. Начинают читать святых отцов, начинают читать книжки, приходят к православной вере. Поэтому так важно, и поэтому их так много. Миссионерские проекты, в которые включаются люди не верующие, не церковные, но приглашаются к участию. Миссионерский проект, паломничество, например, это почти всегда, не скажу всегда, но почти всегда, это деятельное какое-то участие в паломническом проекте. То есть, едут, допустим, на Аляску, ну, место традиционного такого православного русского присутствия, не только вот к месту поклониться, праху памяти и так далее, помолиться, но и починить крыльцо в этой церкви. То есть, едут с гвоздями, с молотками, с пассатижами и так далее. Помочь местной общине в каком-то очень практическом деле. Там, не знаю, починить, покрасить, ну, не знаю, то есть, заранее списывается, что вам надо, с чем мы можем вам помочь. Вот мы приедем к вам в паломническую поездку, мы у вас там помолимся, а заодно давайте мы вам что-нибудь. О, у нас книг не хватает, привезем вам книги, а у нас вот тут крыльцо развалилось, починим вам крыльцо. И к этому привлекаются люди, там, плотника с собой берут, соседа, протестанта. Поедешь, да, конечно, помогу с удовольствием. И человек приобщается, приобщается к православному опыту. Участие в миссионерских служениях, вот мое служение, например, фейс-шоч, в поисках веры, международное, я единственный русский в его составе. Видите, индийцы, латиноамериканцы, североамериканцы есть. Я, кстати, единственный православный, оно межконфессиональное. Баптисты, пятидесятники, там все представлены понемножку. Участие в миссионерских проектах. Церковь поддерживает своих миссионеров. Вот моя церковь поддерживает меня молитвенно. Каждое последнее воскресенье перед поездкой я выхожу вперед по окончании богослужения. Значит, у нас молитва о путешествующих. Американцы очень мобильны, поэтому это очень актуально. Все время кто-то, иногда несколько человек, как правило, несколько человек из церкви в ближайшую неделю куда-нибудь едут или летят. Значит, последняя неделя перед воскресенье, перед моей поездкой, я выхожу в числе путешествующих, и, значит, церковь вся молится, краткая молитва о путешествующих. Вот кто-то там в соседний штат едет, кто-то едет там в отпуск во Флориду. Вот Олег Воскресенский едет на свои три недели в миссию. Вот давайте за них помолимся. И это значит, для церкви, что это значит? Для общины. Все знают, что я уехал. Это значит, три недели ближайшие церковь берет меня на свое молитвенное попечение, а мою жену и моих детей, ну, когда еще дети были в доме, они берут на свое не только молитвенное, но и практическое попечение. Значит, надо Оксане позвонить лишний раз. Пригласить ее куда-нибудь, не знаю, в театр, куда-нибудь в лес пойти погулять, узнать вообще, не сломалось ли что в доме. Потому что как только я уезжаю из дома, начинает все сыпаться. Стиральная машина, там унитаз, я извиняюсь, гаражная дверь, что-нибудь обязательно сломается. То есть оно ломается, естественно, ровно столько же, и когда я дома, только я это тут же чиню, и поэтому незаметно. Как только я уезжаю, значит, начинается коллапс нашей инфраструктуры домашней, церковь, община. Это вот тот круг, в который может обратиться семья за помощью. И вот люди приезжают, помогают, там что-то починят, куда-то там, не знаю, отвезут, привезут, если там машина сломалась и так далее. То есть церковь поддерживает своих миссионеров, таким образом в частности. Так, ну это моя миссия, тут описание ее. Вот те качества и свойства американской православной общины, церкви, которые позволяют ей отвечать, соответствовать тому миссионерскому призванию, которое возложил на нее Господь вот в настоящее время и место. При этом, конечно, я ни в коем случае не хочу сказать, что все американские церкви православные в равной степени, даже в превосходной степени обладают всеми этими качествами. Конечно, нет. В одних церквях одни качества преимуществуют, в других другие. И за счет этого церкви тоже устроены очень по-разному, они разнообразны. Американцы как раз очень любят разнообразие. Не однообразие, не единство, одинаковость, а разнообразие. Американцы не любят и не умеют выбирать из одного, поэтому им обязательно нужно на выбор разные церкви, разные традиции, разные уклады. И вот разные качества в разных церквях в разной степени присутствуют. И я надеюсь, что краткое такое обзорное, конечно, знакомство с этими свойствами, качествами церквей американских православных было и вам сегодня интересно и, может быть, окажется так или иначе как-то полезно, отчасти может быть применимо или как-то осмысленно по-своему, по-новому в том контексте, очень конкретном, живом, в котором вам, в вашей церкви, в вашей общине приходится нести свое служение и по-своему соответствовать тому миссионерскому призванию, которое Господь возлагает на вас, на вашу общину, на вашу церковь, на ваш город, на ваш дом, на ваши семьи и на каждого из нас. А я на этом, наверное, закончу, произведу фотосъемку нашего. С вами приводимся в порядок. Так, замечательно. Да не убегайте, Марина, я вас тоже хочу... Вот, Марина, сюда поверните, пожалуйста, на одну секундочку. О, спасибо. Вот, видите, как хорошо получилось. Так, замечательно. Вот, на этом я закончу. Если у нас еще время есть, время у нас немножко есть, то давайте, может быть, посвятим его каким-то вопросам, ответам, комментариям, дружественной критике. Если такая накопилась, я ее вполне воспринимаю. Пожалуйста. Батюшка, меня еще очень конкретные вещи попросил осветить. И я, к стыду своему, забыл, наверное, некоторые из них. Так что, батюшка, тоже не стесняйтесь, напомните мне, пожалуйста. Пожалуйста. Да, конечно. Я же могу задать вопрос по вчерашней теме. По вчерашней теме, ну, настолько, насколько она вписывается в сегодняшнюю. Да, конечно. В таком случае нет, в таком случае у меня другой вопрос. Смотрите, известно, что православная церковь, наша российская, она делится на старый обряд, на новый обряд. Как я уже говорил, американцы очень любят разнообразие, вот, и старообрядческая церковь в Америке тоже представлена в нашем городе. Я не знаю ни одной старообрядческой общины, но я знаю, что их есть на севере штата, но все-таки несколько часов езды. Я с ними лично никогда не контактировал. Они тоже, вот американский такой принцип, как бы, что разнообразие, это хорошо, поэтому, если мы с вами в чем-то не совпадаем, то давайте я отойду на полшага в сторону и буду заниматься тем, чем я хочу, и мы с вами не будем там делить торф, вот, не знаю, на том месте, где мы с вами столкнулись. Поэтому и те церкви, которые настаивают на своей традиции, они отходят на полшага в сторону, то есть отъезжают в другую часть штата, вот, и там живут своей жизнью вполне благополучно, никто их не беспокоит, вот, страна огромная. Кстати, меня удивляет, почему у нас в стране этого не происходит. Ну, сколько же там этой Сибири неосвоенной, ну, отойди на полшага и занимайся чем хочешь, так, как хочешь. Вот, вот нет, мы теснимся и отвоевываем себе какие-то квадратные сантиметры. Ну, вот, американцы в этом смысле может быть, вот, ментально, исторически устроены немножко иначе, и поэтому, да, церкви других традиций, и в том числе православных, вот, они есть, и они разбросаны по всей стране, и слава богу, что они есть, вот, они тем самым сохраняют и накапливают свой опыт, с которым мы можем сравнивать свой и что-то из него черпать, как-то свой осмыслять в свете их опыта и их опыт своим опытом обогащать. Спасибо, хороший вопрос. Пожалуйста, еще какие-то, может быть, мысли, идеи, замечания? Тут у нас интересовались, как подготовка к причастию идет, получается, если сразу начинаем готовиться, молитвы, посты, и все прочее. Ага, ну, тут надо вспомнить, спасибо, Вачка, надо вспомнить о том, что наша с вами российская традиция редкого причастия, она довольно свежая, ей всего там меньше 300 лет, вот, она началась с указа Петровских времен о том, что служащие, госслужащие, их было большинство в то время, население страны, обязаны причащаться не реже одного раза в год, для того, чтобы сохранять свой статус. не реже одного раза в год. И эта минимальная норма стала нормой. Да, люди решили, ну, раз сам царь-батюшка сказал раз в год, значит, раз в год. Естественно, за год накапливалось невычитанных молитв, грехов на целую неделю, да, неисповеданных грехов на целую там, не знаю, на сколько, вот, и, естественно, к этому надо, не, да, не отпащенных дней, вот, поэтому вот эта традиция стала, там, не знаю, редкого причащения, вот, стала нормой и повлекла за собой вот эту, вот эту традицию такой многосложной подготовки к каждому причастию. Вот с таким вот числом определенных молитв, вот, и вот с таким-то числом, там, постных дней, и с таким-то числом, там, с такой-то, какой-то исповедью и так далее, вот, и это относительно, во-первых, недавно, вот, во-вторых, не характерно для предыдущих 17 столетий существования православной церкви, вот, и в большинстве стран мира никому в голову такого не приходит, вот, ну, где-то еще там были своеобразные политические устройства и условия, вот, и, естественно, предпоследние три поколения советской власти, они утвердили эту традицию, чем реже, тем лучше, лучше вообще никогда, ну, уж не чаще одного раза в год, да, вот, то есть это было еще и затвержено вот этим советским периодом нашей истории. Получилось, вот, 300 лет мы следуем этому установлению, не характерному и даже неизвестному в православии помимо нашей вот, конкретной территории. Но она довольно большая, поэтому нам кажется, ну, все же так делают. Ну, нет, не все, большинство как раз нет. А поэтому регулярное причастие, как я уже говорил, подготовка к причастию начинается с первого шага от чаши, вот, начинаешь готовиться к следующему причастию, вот, то есть живешь трезвенной жизнью, готовишься к исповеди, молишься регулярно, постишься, регулярно, следишь за собой не только в каком-то, не знаю, молитвенном опыте, вот, ну, еще и в жертвенном опыте. Пост – это жертва. Кстати, если мы просто не поели, это не пост, это диета. Вот, если мы от себя отняли и отдали другому, вот это пост, вот, это жертва, вот, а если мы просто сэкономили на одном, там, блюде, вот, то мы же потом это же самое съедим, сами же, вот, но тоже вот в этом смысле осмысление поста, духовное осмысление поста, вот, оно тоже должно присутствовать, но для этого оно должно быть не раз в год, целую неделю вот себя томить, вот, а весь остальной год жить, как будто, ну, когда это еще наступит неделя, вот, тогда и буду поститься. Это ненормально, наверное, на мой взгляд. Пожалуйста. Протестанцы или католика допустят как причастие к крещам в испанской церкви или католической церкви в православных церкви? Ой, как-то много сразу протест... Еще раз. Протестанцы или католик если пришел просто в православную церковь допустят в причастие? Православный или... Так, если православ... Опять я забыл, кто кого? Кто или католик если пришел в православную церковь? Да. Да, да. В нормальном случае нет. В нормальном случае нет. Вот. Бывают исключения, но в нормальном случае протестант или католик причащается у протестантов или у католиков по своему обряду. Наверное, бывают исключения. Их берет на душу священник, совершающий таинство, и человек, подходящий к чаше. В нормальном случае нет. Люди причащаются в той традиции, в той церкви, в которой они принадлежат, с которой они разделяют общение. А если они хотят стать непославными, им нужно взять 12 недель, да, вот пройти оглашение? Да, оглашение не обязательно, желательно, но люди могут пройти этот же курс, материалы же публикуются, они известны, и пройти собеседование. Вот я самостоятельно ознакомился со всем этим 12-недельным курсом, ну, то есть с объемом этого, не обязательно 12 недель готовиться. Если человек вполне богословски подготовлен, и с традицией хорошо знаком, то, не знаю, одна, две, три беседы с человеком священника или мирянина грамотного может это выявить и могут сказать, нет, все-таки вам надо, не знаю, эти две темы все-таки там, не знаю, подработать еще, вот, и выразить свое, не знаю, разумное, ответственное, осведомленное согласие с теми или иными, ну, не знаю, вопросами, которые человек, может быть, упустил, вот. Поэтому вот такое комплексное решение предлагается этим курсом, но оно нет, не обязательно. многие, немногие, но кто-то приходит помимо. Я, кстати, прошел этот курс просто для того, чтобы ознакомиться с этим курсом. Меня никто не обязывал, но я отходил 12 занятий, мне было очень интересно познакомиться с разными традициями, услышать вопросы оглашаемых, какие вопросы современных оглашаемых волнуют. Вот я ради этого походил. То есть, это не какая-то там обязаловка. У вас еще вопросы? Нет, ну, а если за эти 12 недель что-то с человеком происходит, то с тем он умирает? Ой, господи помилуй, да. Ага, ну, это тоже не важно, вопрос для спасения, чаша причастия, вдруг вот это недопущение, как вы согласны? Ага, да, значит, человек может принять крещение, если, не знаю, есть какая-то опасность или вероятность того, что он не доживет до Пасхи или до Рождества, он может принять крещение до окончания этого курса. Вот. В нормальном случае 12 недель. исключения делаются направо и налево, вот, ровно столько, насколько это необходимо человеку. И тем не менее, эти курсы всегда полны, вот, и это нормальное явление, что человек приходит к вере, вот, пройдя некоторую подготовку. И, кстати, бывают же исключения и в другом, в другую сторону. Человек прошел оглашение и начинает понимать, что, то есть, вот эту катехизацию, начинает понимать, что нет, он не готов вступить, оказывается, в православную церковь. Он ее себе как-то по-другому представлял, а вот она, оказывается, что такое. Вот. И человек остается в своей, не знаю, конфессии неправославной. Это редко, ну, очень редко, но бывает, вот, Поэтому все-таки этот курс рекомендуется, но не требуется, нет такого условия, не пройдешь, не крестим. Крестим, крестим, но хорошо, если ты пройдешь, и хорошо, если пройдешь до. Но, если, не знаю, мало ли действительно, какие обстоятельства, здоровье, или там, не знаю, отъезд какой-то, вот, да, крестим и без оглашения, а потом догонишь. Когда в Америке человек приходит в православную церковь, он так или иначе посвящается, ему помогают посвятиться в православную церковь. Да, да, да. Ну, в разной мере, в разной степени, да. Да, и, кстати, в разных городах Америки, в разных штатах это устроено по-разному. Вот, я узнаю, что в Техасе, например, большой город на юге, в Далласе, в столице, там нету таких вот, общих курсов. А там священники встречаются индивидуально и проводят индивидуальные занятия с каждым оглашаемым. Ну, не знаю, и такой опыт тоже есть. У нас есть, благодаря отцу Георгию, это не есть, но, просто я знаю, например, когда люди годами ходят в храм, и ничего не ходят. Ага, да, ну, в этом беда, беда и некоторых храмов, и некоторых общин американских православных церквей, в том, что люди, не знаю, не берут на себя ответственность, не берут на себя труда. Я и так русский, родился в России, а поэтому, ну, чего мне еще, какие мне курсы нужны. Румын еще слушать каких-то. Простите. Румын с ментальностью американский народ нам более проще открытия. Открытие, да, наверное, да. Мы живем, все-таки переживаем вот нашу ментальность, наследованную предыдущим периодом нашей истории, такой скрытости какой-то, не знаю, опасливости, что ли. У американцев есть такая, не знаю, такой принцип, презумпция добра. То есть, пока я про человека ничего не знаю, он добр, честен, красив, умен, доброжелателен и так далее. Если я о нем что-то другое узнаю, ну, это тогда испортит его, мое первое впечатление о нем. А первое впечатление, вот, да, открытое, здрасте, здрасте, то есть, я встречаю на улице человека совершенно незнакомого, я ему улыбаюсь, я ему говорю, how are you? И он мне, и он мне никогда не рассказывает, как он живет, вот, он тоже говорит, how are you? Hi, how are you doing? Вот, то есть, вот такая доброжелательность по умолчанию, что ли. Вот, мы немножко, может быть, более скрытны, и вот, улыбается человек на улице, что ты улыбаешься? что, я как-то смешно выгляжу, почему, да, вот, то есть, не знаю, вот какая-то вот у нас немножко другая ментальность, и она обусловлена той историей культуры, в которой мы переживаем, пережили, вот, в этом смысле, такое взаимное снисхождение необходимо. да, пожалуйста, конечно. Я хотел спросить, про богослужение, вы сказали, что у вас оно немного меняется, бывает, как-то раз, и сумбурным, в плане, что-то последовательное, а вот мне интересно, как вы... А, я, наверное, не имел в виду, что оно сумбурным, для нового человека, входящего, и которому выдадут текст божественной литургии, те тропари, те какие-то вставки, которые мы поем, вставляем, вот, по конкретному поводу, в конкретное воскресенье, могут быть непонятны, они его собьют, вот, и в этом смысле, надо все равно человеку помогать, сориентироваться в ходе богослужения. Для человека незнакомого с структурой литургии, допустим, да, я это имел в виду. Да, да, изменяемые песнопения. Вот назовем их так, тогда все в порядке. Еще вопрос, вы сказали, например, языка, вот, читается, насколько это удлиняет, и как это воспринимается? Да, это удлиняет ровно, вот, эту часть удлиняет ровно втрое, вот, воспринимается теми, кто, как бы, рецепиентами воспринимается отлично, потому что они наконец понимают, что происходит, вот, что-то сделано для них специально, вот, все остальное делалось для кого-то еще, потому что на непонятном языке, вот, а это сделано для меня, поэтому я уже потерплю, вот, нормально, отлично воспринимается. И, соответственно, когда они слышат на другом иностранном языке, они понимают, что ровно половина прихода на другом иностранном языке, тоже все понятно, Но когда они понимают, что вот все это не для кого, то есть вообще никому не понятно, ну ждут, когда наконец будет что-нибудь понятно. И там пока заняты своими мыслями, молитвами, тоже, наверное, хорошо. Все, тогда давайте на этом завершим. Спасибо еще раз за внимание, за терпение, батюшки за приглашение. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если и когда будет интересно связаться со мной, то вот мой адрес. Пожалуйста, приглашайте, я с удовольствием приеду еще, продолжим наши встречи на эту или какие-то другие темы. Будете в наших краях, заезжайте, конечно, в адрес, телефон, всегда будем рады. Да, давайте помолимся и будем расходиться. Батюшка завершит, наверное, по-своему. Батюшка завершит, наверное, по-своему. Блажите и Титя Богородицу, признава жену и пренепорочную, Матерь Бога нашего, Спасибо, Господи.